Еще одно очень важное дело, которое мы должны сделать весной, это перевести в порядок клубничку. Что я имею в виду? Осенью ведь мы ее обрабатывали, подкармливали, мульчировали, если кто-то мульчировал, укрывали какими-то разными своими любимыми способами для зимы. У нас это были ветки малины, которые лежали сверху, которые не то чтобы они согревали клубнику, но при сильном снегопаде они торчали из снега и создавали как бы продухи. То есть что клубника подкорка льда, когда снег потаивал, не задохнулась. Что мы делаем теперь? Мы обрабатываем клубничку, мы смотрим, ну во-первых клубника перезимовала нормально у нас вся, скажу сразу, даже молодые грядки и выпады, я что-то не обратила внимания, пока еще плохо правда видно, кустики маленькие, но вроде бы все живые. Что мы делаем со старыми кустиками? Мы внимательно осматриваем и обязательно удаляем все старые листья, которые подпортились, которые вот с такими пятнышками. Это друзья, это дырчатая пятнистость белая, это грибное заболевание, поэтому мы сейчас обязательно удаляем все эти листья, убираем весь мусор с грядки и кстати вот чесночок уже тоже прорастает. То есть наводим вот такой первичный порядок на грядки. По поводу подкормок я пока затрудняюсь сказать, потому что у нас еще по ночам минусовые температуры в Подмосковье. Днем плюс, ночью минус, это плохо для корневой системы, если мы внесем удобрение, потому что корневая система еще не работает в полную силу и подкормка на пользу особо не пойдет. Поэтому пока просто наводим порядок на грядки. Тем более, что много молодых листьев пока еще не вышло. Ну вот единичные листики есть, единичные, но надо чтобы хотя бы по три, по четыре хороших молодых листа вышло, тогда можно подкармливать. И так работаем дальше. Итак, друзья, я привела в порядок вот эту грядочку с клубникой, которая рядом с колодцем. Это клубника сорта крошка. И что я сделала? Я удалила плохие листики, но один кустик я оставила и покажу вам, что я вообще делала. Давайте посмотрим, что мы вообще должны сделать с клубникой сейчас по весне. Вот смотрите, на примере вот этого кустика я вам покажу. Ну, делала я, конечно, все это ножницами, но сейчас мне это будет делать ножницами неудобно. Вот мы внимательно с вами осматриваем куст, да, убираем, во-первых, вот этот весь мусор, убираем вот такие листья. Естественно, это уже плохие листья. Так, смотрим, тоже плохой лист. Этот с пятнышками. Видите, плохие пятнышки. Это грибные заболевания, друзья. Вот смотрите, на примере этого листика, да, вот это, друзья, дырчатая пятнистость клубники. И, по-моему, это белая дырчатая пятнистость. Дырчатая белая пятнистость получила свое название в связи с тем, что проявляет себя появлением мелких белесых пятен с борым окамлением. Со временем пятнышки высыхают, на их месте образуются дырки. Заболевание считается очень вредоносным из-за высокой жизнеспособности, спор и легкости их распространения. Усугубляет развитие болезней, полив холодной водой. Впервые проявить себя белая пятнистость может на разных стадиях вегетации. Ну вот, как видите, мы обнаружили такие пятна весной, ранней весной. И вот если вовремя не принять мер по борьбе с белой пятнистостью, иначе она называется рамуляриоз, можно полностью потерять урожай, так как грибок поражает все части растения. Бурая пятнистость. Болезнь проявляет себя на начальных стадиях появлением темных пятен на всех надземных частях растения и также включая плоды. Особенно уязвимыми являются молодые побеги и листья. Пик заболевания приходится на конец лета и первый месяц осени. Поначалу пятна имеют темно-фиолетовую окраску, а затем становятся коричневыми или красными. В дальнейшем пораженные области засыхают, и на их месте тоже появляются дыры. Так, убираем вот эти все листья. Вот. Вы знаете, это, конечно, нехорошо, что на клубнике такое заболевание грибное. Но впадать в панику тоже не стоит. Мы с ним справимся. Главное знать, что делать. Не всегда удается его избежать. Так, удаляем. 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 И так вот у нас остался вот такой кустик. Должна сказать, что это тоже еще не все. Потому что кустики только вышли из зимы и пройдет еще буквально, ну, наверное, месяц, и эти листики тоже придут в негодность. Нам придется их удалять. Вы видите, что сейчас уже начинают появляться молодые листики. Вот. Что нам нужно будет сделать вообще с клубникой? Ну, поскольку грибное заболевание, это часто бывает на клубнике, плюс сейчас полезут вредители. Поэтому нам нужно найти момент и обработать от вредителей и от грибных заболеваний. Если вы работаете химией, обрабатывайте химией. Если вы работаете с биопрепаратами, работайте с биопрепаратами. Нам нужно обязательно будет пролить грядку, подкормить. Но смотрите, опять-таки, вот у нас в Подмосковье сейчас ночью еще минусовые температуры. В Москве плюс, в Подмосковье минус. Поэтому вот такие температурные качели, как ночью минус 3, минус 4, а днем плюс 10, плюс 12, это не есть хорошо для корней. И подкормка не очень хорошо будет усваиваться кустиками, потому что корни клубники еще не работают полноценно после зимы при таких температурах. То же самое нужно обратить внимание. Точно так же нужно обратить внимание из этих температур и на обработку. Потому что не все препараты работают при таких температурах ночных. Вот. Ну, а в принципе, чисто теоретически, что мы делаем? Подкармливаем, проливаем после вот такой обработки. Обработку делаем с захватом всех бортиков земли. И тогда будет все нормально. Опять-таки, если вы хотите получить ранний урожай клубники и хотите сделать, допустим, укрытие дугами над клубникой, то ни в коем случае не делайте этого, не проведя вот все вот эти предыдущие обработки. То есть удаление всех больных листиков, обработка от болезней и от вредителей, полив, подкормка. И только после этого можно ставить дуги. Иначе, если вы не проведете этой обработки под укрытием, вы получите просто вспышку всех заболеваний сразу. И уже урожай вас явно не порадует. А меня, кстати, кусают комары. Вот так вот. Итак, друзья, вот это то, что мы должны сделать с клубникой на данный момент. Субтитры создавал DimaTorzok